Обещал это дописать, дописал, в прошлый раз пел. Значит, извините, тоже про войну, и даже не про войну, а про древнейший род войск. Это всегда пехота, а нам, как хотите, вот, честно говорю, я вам не вру, и не боюсь, что меня побьют десантники или морпехи, значит, какие-то. Я потом уже был в Ногинске на фестивале, там, странное название было, военная площадка, Союз десантников России и Московский комсомолец, значит, там все это дело организовывал. Одни десантники, а я не выдержал же, ну, когда, одни десантники. И вот со мной спорят, десантники-разведчики все, и я, извините, тут дети, но я скажу там, там слово-то нормальное. Я говорю, если все в Афганистане были десантники-разведчики, так как же мы так просрали Афганистан, а потом весь Советский Союз, господа, значит. Там, а то никто, кроме нас, ну, согласен, только не сказано никто и никого, но не важно. А вот я, поскольку сам крыса сухопутная, ну, приходилось прыгать, не нравится мне прыгать с парашютом, ну, как бы, не рожден я птицей, я вот по земле вот больше. И космонавтом быть никогда не хотел, на самом деле, там, когда Гагарин полетел, радовался страну сам. Ну, не изучена земля совсем, и где придется воевать, в каких условиях, неизвестно. И только пехота, вечная пехота, значит, царица полей, воюет везде, где прикажут, и в любую погоду, и где-то. Так что, вот, как бы она ни называлась, это просто техническое обеспечение с кораблей, самолетами. Ну, вот, сейчас называется мотопехота. Войну отечественную, стрелковые роты, полки и дивизии. Стрелковые, на лошадях, на подводах, может быть, на каких-то там грузовичках, на чем-то. А в основном ножками по грязи, по болотам. Гордо нас зовут мотопехота. Здесь это словесная игра. Мотом и в горах до поворота. А за поворотом пехтура. Эх, пехота, матушка пехота. Черт, побрал бы этот поворот. В горы шли, была почти что рота. Гор спустили, стал почти что взвод. Где тот камень, что тебя обманет? Где карниз, который подведет? Кто тебя на родине помянет? И какие песни пропоет? Эх, пехота, матушка пехота. Тяжелые погоны на плечах. В бой идем, как будто на работу. А с работы едем в цинкачах. В бой идем, как будто на работу. А с работы едем в цинкачах. Корабли, а может самолеты. Куда надо, высадят десант. Если только ледная погода. Если не бушует океан. А пехоте, матушка пехота. На бураны, штормы наплевать. Для пехоты нет плохой погоды. Всякая погода. Благодать ядрена. Мать, для пехоты нет плохой погоды. Всякая погода. Благодать. Так давайте выпьем за пехоту Гордаю владычицу полей За ее нелегкую работу За ее стальных мотоконей За ее нелегкую работу За ее стальных мотоконей Но, как всегда, выпить не получается Потому что БМП взревели по тревоге Эх, опять вся водка по усам Кто-то там нуждается в подмоге Но мотопехота по газам Кто-то там нуждается в подмоге Но мотопехота по газам Гордо нас зовут мотопехота Здесь это словесная игра Мотом и в горах до поворота А за поворотом пехтура Мотом и в горах до поворота А за поворотом пехтура Так слава пехоте Спасибо Сегодня вот у меня нет сегодня праздника Значит, это приказом кого-то Праздники в 50-м году Извините, Виктор Дмитриевич У нас спецназ не в 50-м году Батя мой ВДВ и спецназ Разведное подразделение В 41-м, я рассказывал, да Первый был вой выброшен в Вязьминский котел Где полгода провоевал Вязьминский Мало кто знает Никто не будет читать О трагедии Вязьмского котла О генерале Который застрелился Жену свою застрелил Чтобы не попасть Не попасть Не попасть Десант Он командовал разведподразделением Из 28 Дугласов только 8 Дошли И Бать в том числе Из 50 У него было 15 человек А и 50 десантников Стрелковых С автоматами Не осталось почти никого Так что группа была развалена Но он прорвался Так что А десант ВДВ тогда Никто не вспоминает Он приказом в 45-м Это Маргелов Извините, ребята Воздушно-десантные войска Да Как род войск отдельный В 45-м году Старанием дяди Васи Но в 41-м Они еще были причислены К ВВС Кто знает историю И ВВС Для разведки Диверсионных действий У врага Малыми группами Но это уже другое Значит Это мы про пехоте Вся была пехота Я говорю про другое Если есть у нас спецназ Настоящий В России Такой же Как в Российской империи В 1825 году Вместе с образованием Академии Генерального штаба Я не знаю Не только у Ропаткина По-моему У меня есть документы Кто там Из генералов Забытых Настоял на том Чтобы в составе Этой сам академии Был создан Разведывательный факультет Куда и входили Специальные подразделения Спецназа Это мы его звали Вот кто знает Большой брат Не указа никаких У меня мать была Капитаном ГРУ Отец у меня был Полковник ГРУ Дядька мой Полковник ГРУ Заканчивал эту академию С кортиком То есть который был Сейчас нет никого в живых Сейчас нет Вот да Вот и ДШБ Десантно-штурмовая бригада Подчинение ГРУ У нас все Морпехи тоже Тоже спецназ Но он не приказан Он там Василевский или кто-то В 50-м году Пластоны Пластоны ребят Это кто? Разведка Силовая разведка Как у нас Диверсионная разведка Казачьи подразделения Есть у меня учебник Давно мне подарили Нашли где-то на чердаке Сколько никому не интересно Мне отдали А мне интересно Пособие для выпускных экзаменов Школы прапорщик 1915 года 1915 Почему прапорщики? Уже 14 год война Потому что Донесение немцев Наших Российской армии В кадровых В голубой круг Офицеров Несла большие потери Их выбивали снайперы Потому что Почитаете Пикуля По-моему Дьявольская сила Или как называется Там Донесение с фронта Русская армия Несет большие потери В офицерском составе Потому что Эти русские офицеры На чищенных сапогах С папироской в зубах Идут впереди Родов батальонов Немецкие снайпера Их выбивают В первую очередь Пришло время Разночинцев Прапорщиков И пособие для них О, ну Товарищ полковник Рад приветствовать Вот в нашем полку Вот там Ладно, они можете Вот они и пришли У кого праздник Но он будет 5 ноября И еще там Нет, ему дороже Вить Дороже Ты чего? Читаешь, кто Когда распорядился? Нет Это история Запорядил 1825 год Создание Академии Генерального штаба И при нем По-моему Куропаткин Настоял на образовании Разведанного факультета Так вот Там есть разведка Пластуны Спецназ В этом учебнике 15-го года Там есть Ракетные войска А самое потрясающее Там, что есть Указ Его императорское величество О призыве на воинскую службу Это много лет Я много лет Много раз Предлагал в разные Военные и невоенные Только одно Нет, давай целый учебник Нет Ни у кого не оказалось Военных нет Я говорю Давайте Опубликуйте Вот приказ Его императорское величество А вот нынешний приказ О призыве О воинской повинности Тут не надо Надо читать Просто уметь И вопрос Где было лучше В армии служить И так сказать Демократичнее И правильнее Отпадет сам собой Читать надо Господа Просто Там Одно приведу Старшего сына В армию Хоть 20 сыновей Старшего сына В армию Не забирать Не забирать А почему А кто будет Отцовское дело Сапоги Тачать Шинели Кто будет Бизнес этот Поддерживать На Руси Кто будет Хлеб и пекать Для солдат Кто для фронта Будет шинели шить Старший сын Не молодняк Вот такой вот Старшего Не забирать И много-много Еще чего-нибудь Такое Афганистан Вы знаете Я знаю Диссертацию Не диссертацию Научную Писал Председателя Крючкова Писал Да Сейчас Сейчас Вот Юра не любит Историю Упрямых фактов Нет Но не важно Песни Историю Пожалуйста Историю Я спою Старый вариант Тот Который Мне Продиктовал И напел Один Генерал Майор Который Генерал Майором Был в 17-м году А в 37-м Был Арестован Посажен В 42-м Году В звании Рядового Штрафную Роту Разведроту Которым Командовал Мой отец Этот Генерал Был у меня На свадьбе Исключительно Фамилия Федоров Я скажу Тоже Большой Брат Он Извязь оттуда Так вот Эту песню Слушать Него Потом Я Немножко Чуть-чуть Ну а потом Сказали Ездили Всякие Жанны Бечевские Эту песню Перерассказывали Но я спою Так между прочим Воевать Россия Начала не в 14-м Году А в 13-м Мы воевали Добивали в крепостях Персов Турок Там На Балканах Так что война Плавно перетекла В Первую мировую А мы да Братский долг Выполняли Это в истории есть 13-й год Корпус русский Воюет на Балканах А прокинулась зорька Залез словно канула Понадвилось небо Холодный сапфир Может быть и просил Брат пощады у Каина Только нам не менять Офицерский мундир Может быть и просил Брат пощады у Каина Только нам не менять Офицерский мундир Притаилась речка Под низкими тучами Задышала тревогой Черная гадь Не письма написать Не представилось случая Чтоб проститься с тобой До добра пожелать Мне письма написать Не представилось случая Чтоб проститься с тобой До добра пожелать А на той стороне По сурмански ряду Только троняну Разорвет тишину Пулеметная смерть Мы в безглазую ночь Перейдем на ту сторону Чтоб короткой атаки Себя не жалеть Мы в безглазую ночь Перейдем на ту сторону Чтоб короткой атаки Себя не жалеть И присяга верней И молитва навязчивей Когда бой неизбежен И чудо не ждим Ты холодным свинцовый Мое сердце горячее Не жалея мундира Разбей, остуди Ты холодным штыком Мое сердце горячее Не жалея мундира Разбей, остуди Растревожится зорька Польбою достонами Опрокинется навзничь Вчерашний корнет На убитом шинель С золотыми погонами Дорогое сукно Скроет сабельный след На убитом шинель С золотыми погонами Дорогое сукно Скроет сабельный след И простит меня все Что я кровью испачкаю И простят меня те Ком пока еще память крепка И скатится слеза На мою фотографию И закроет альбом Дорогая рука И скатится слеза На мою фотографию И закроет альбом Дорогая рука А пока Притаилась Притаилась Мне письма написать Не представилась Случая Чтоб проститься с тобой До добра Пожелать Аплодисменты Спасибо Притягиваю Время доктор Время лечит раны Но признаюсь вам Мои друзья По Афганистану По Афганистану Я скучаю Честно говоря По Афганистану По Афганистану Я скучаю Честно говоря Тридцать лет погоны Капитана Автомат Надежные друзья По Афганистану По Афганистану Я скучаю Честно говоря По Афганистану По Афганистану Я скучаю Честно говоря Каменные Будды По Афганистану На Хайперах Халая заря По Афганистану По Афганистану Я скучаю Честно говоря По Афганистану По Афганистану Я скучаю Честно говоря Там бредун горами Караваны А в долинах Крым и Коноплям По Афганистану По Афганистану Я скучаю Честно говоря По Афганистану По Афганистану Я скучаю Честно говоря Да, конечно, время лечит раны Но открою тайны, не таям По Афганистану, по Афганистану Я скучаю, честно говоря По Афганистану, по Афганистану Я скучаю, честно говоря Спасибо Спасибо Отсюда делаю вывод, что все скучают И не только ветераны По Сирии пока поздно скучать Но Афганистан, да Еще раз просто хочу повторить Что да, там великие события Но не забывайте Мы закончили войну в 89-м А вот то, что наступило в 91-м И все знают, что Это прямое следствие Афганистана И экономические потери огромные И когда мне сейчас рассказывают Да все за счет Министерства обороны Ребята, в Афганистане Около 2-х миллионов сутки Война наша стоила в Афганистанах Делайте выводы А сейчас говорят Ну это где-то в миллион рублей Нынешних-то Те были полновесные советские А это современная война Обойдется дорого Помогать, конечно, надо Но сдается мне, что надо Сначала внутри страны разобраться Вот уж простите там С тем, что происходит здесь Террористов дадут ловить и уничтожать Тут Пушное мясо Пушное мясо у нас Кто? Ау Пой, да Ну извините, надо же с кем поделиться Три месяца 90 этих дней Один в трех Ладно Теперь там же Про горы Вот лучше всех горы Я видел А вертолетчики Видели каждый день Опять возвращаться С вертолетчиком И не только Все вертолетчики Горы в белом снегу Называется эта песня Вот Еще раз скажу Почему Ну вот как-то все это связано В жизни Так мне кажется Вот смотришь на эти горы И как-то вот смешно Он говорит Я покорил гору Ты чего Миллионы, миллиарды лет Ты кто покорил-то Ну еще раз приду Пример Может некорректный Забрался муравей на слон Я покорил слона Ну Поэтому горы Впечатляют больше всего Они безучастно На все глядят И они такое видели Что нам даже на ум не приходят Поэтому Ну вот мы были Бадахшанские Не только Бадахшанские все Какой вид, да И зимой И который вечными снегами Покрыто Блистает огнем Долина Бадахшанская Физобата Вокруг-то горе Предгоре Памира Значит такая песня Я почти Я почти позабыл Те бои и походы Только вот почему-то Забыть не могу Как стоят подпирая Небесные своды Горы в белом снегу Горы в белом снегу Горы в белом снегу Горы в белом снегу Мы карабкались увысь Как на исповедь к Богу Не прощая грехов Небесные своды Небесные своды И взирали на нас Молчаливо и строго Горы в белом снегу 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 Этот снег, что веками Лежал на вершинах Где ни троп, ни сыскать Ни проезжих дорог Покорился ни танкам Ни бронемашинам Только стертым подошвам Солдатских запор Недоступен ни танкам Ни бронемашинам Только стертым подошвам Солдатских запор И тогда запылали Огнем перевалы И от взрывов трещала Броня ледников И в жестоких боях Нам земли не хватало В этом море огня И холодных снегов И в жестоких боях Нам земли не хватало В этом море огня И холодных снегов А потом я ходил По морям и по сушам И в другой стороне На чужом берегу Вспоминал почему-то Хребты гендукуша Горы в белом снегу Горы в белом снегу Вспоминал почему-то Хребты гендукуша Горы в белом снегу Горы в белом снегу Там в больших городах Там в больших городах Плещет море людское От потока машин Нескончаемый гул Но закрою глаза И встают предо мною Горы в белом снегу Горы в белом снегу Но закрою глаза И встают предо мною Горы в белом снегу, горы в белом снегу Горы в море небес, как великое чудо Словно в пене волна замерла на бегу И покуда я жив, никогда не забуду Горы в белом снегу, горы в белом снегу И покуда я жив, никогда не забуду Под Ахшанские горы в снегу, белом снегу Спасибо Спасибо У всякой войны есть последствия И мы там, находясь на войне, все ждут, когда это закончится Но, к сожалению, в России не заканчивается никогда Такая участь И в 19-м, и в 20-м, и в 21-м Много врагов Кто бы отказался отхватить кусок от одной шестой части мира И это понятно И согласен я со всеми, что есть такая профессия Замечательная Родину защищать С методами, может быть, не согласен А тогда надо за свой дом сражаться Но И не ждать никакой благодарности ни от кого Поэтому эта песня такая Я же говорю, я же не пишу там что-то Я пишу о состоянии души Это вот как попасть на Марс когда-нибудь Вот, ё-моё, вокруг Свои уже кто с тобой прилетел А вроде что-то не то Обстановка не та Нет живых никого ни хрена Так что вот Остывает в горах Грязно-серая осень И грозится снегами Седой горизонт Мы уже ни наград Ни признания не просим Мы уже нахлебались заморских щедрот Мы уже отболели Холерою страха Мы уже не считаем Контузий и ран На изъеденных потом Солдатских рубахах Ставит бурые метки страна Мусульман Где-то там далеко Где родные просторы Где бескрайние леса И бескрайние поля Здесь в чужой стороне Лишь в пустыне до горы Не такой небосвод Не такая земля Здесь в чужой стороне Лишь в пустыне до горы Не такой небосвод Не такая земля Может, кто-нибудь нас проклянет и осудит Мол, и пот наша кровь были пролиты зря Только Родина нас никогда не забудет Мы живые и павшие ей сыновья Только Родина нас никогда не забудет Мы живые и павшие ей сыновья Здесь сердцами встречая свинцовую вьюгу Мы узнали, почем и вода, и слеза Протяни мне, собрат, уцелевшую руку Мы открыто посмотрим друг к другу Глаза протяни мне, собрат, уцелевшую руку Мы открыто посмотрим друг к другу Глаза остывает в горах Грязно-серая осень И грозится снегами Седой горизонт Мы уже ни наград, ни признания не просим Мы давно нахлебались афганских щедрот Мы уже ни наград, ни признания не просим Мы уже нахлебались за морским щедрот Добавили только пару слов Если мы все политические ошибки, то даже при Брежневе Мы же по приказу того, кто эти ошибки на самом деле совершил Надо расстреливать Еще Ленин обзагает Ставить к стенке и команде Но они все живы и процветают И дети их тоже И такие же политические ошибки И Чечня будет И будет так же, когда-нибудь новая власть Придет сказать, что и Сирия будет И весь земной шар, где воевали мы советники А у нас нашими костями советников Чекистов, разведчиков Усеян весь земной шар русского солдата И так что все, как говорил профессор Вот здесь вот зреет разруха-то И не у нас Так что Теперь вот эта песня я давно просто не пел Пока объяснение Вот, Коля, помнишь, сказала Сангимур, да? Она сказала Орлов вообще-то Там предание ходило о том Что когда-то там шах из этой скалы Шахи сбрасывали своих неверных джон В речку Кокчу Мы сбрасывали маленькие саперные удочки Ну, это шашка 200-граммов и граната Малая саперная, большая, побольше Рыбу глушили, короче говоря С той же самой скалы Ну, мы же не изверги Мы только рыбу Жен не сбрасывали, женщины тоже Мы рыбу Это на обед кушать хочется А солдаты на бронетархпортере Перегоряжу в речку Кокчу И вылавливали самодельными Глушенную нами рыбу А со скалы бросали Гонит ветер Гонит ветер Листву Как листки Партитур Горы замерли В траурном марше Мы безмолвно Стоим на скале Сан-Гимур Уцелевшие Чествуем павших Мы безмолвно Стоим на скале Сан-Гимур Уцелевшие Чествуем павших Над скалой Сан-Гимур Разгулялись Ветра У подножия Бесится Речка Нас двенадцать Из рейда Вернулась Вчера А троих Приняла к себе Вечность Нас тринадцать Двенадцать Из рейда Вернулась Вчера А троих Приняла Себе Вечность Разом Скинулись К небу Стволы АКС Троекратно Откликнулось Эхо И ушел В облака Смертоносный Свинец Предназначенный Для человека И ушел В облака Смертоносный Свинец Предназначенный Для человека Не вершитель Зла Не ловцы Синекур Мы твои Одиссеи Отчизна На скале Сангемур На скале Сангемур Наша гордая Горькая Тризна На скале Сангемур На скале Сангемур Наша горькая Гордая тризна, кто сказал, что Восток вековечен и мудр. Здесь хранилище истинной веры, на скале Сангемур, на скале Сангемур. Только камень шершавый и серый, на скале Сангемур. На скале Сангемур, только камень шершавый и серый. Я не делал эту песню, это будут стихи, как петь я не знаю, просто я стихи прочитаю, тоже афганский, конечно, цикл большой. Никуда не деться. Бога нет. Он расстрелян в герате. Из душманских винтовок в упор, когда кончился диск в автомате, и беспомощно щелкнул затвор. Он лежал на граните распятый, сам себе дух и сын и отец, даже самые последние гранаты не оставив себе под конец. А враги, что поодуль собрались, решиться никак и могли автомат с него снять, и боялись вынуть нож из застывшей руки. Духи жалости к павшим не знали, но сегодня, нарушив устав, постояли, табак пожевали и ушли, ничего не забрав. А тельняшку, залитую кровью перед тем, как его схоронить, кто-то выстирал в речке с любовью, будто можно неверных любить. Можно? Поэтому такая песня. Ирая, можно. И слава женщинам, которые не делают различия какого-то цвета, какого вероисповедания. И они нас этим спасают. Махтуба – это имя. Это женское имя, Махтуба. И вот так. История сразу скажет. Не со мной. Не то, чтобы я жалел. Ну, как-то вот. Ну, не со мной, честно говоря. Ну, я ее написал по просьбе друга моего замечательного, Олега Ивановича Барулева. Тот был полковником, работал где-то там в генеральном штабе. И когда выводили в 88-м год, начали вывод, писали, что мы предатели, мы предаем афганский народ, что мы туда оккупанты. Журнал «Огонек» короче ему и покойным ныне Гайдаром писали все это. Он ей позвонил, Игорь говорит, ну вот что-нибудь напиши про афганцев. Мы же их бросили. Мы действительно бросили. Мы их воспитали, научили, они были, половина была за нас, а потом мы их бросили. По каким политическим соображениям. Значит, я написал эту песню, у меня фолликулярная ангина была, я нахрепел ее, но тем не менее через радио Москвы ушло на 50 стран мира туда. А потом позвонил Лизичев, большой генерал из Главпуры. Не мог сказать, давно хотелось. И горжусь тем, что вот про афганскую девушку, женщину, я только свою песню написал все-таки. Вот она, имя Махтуба. Звали женщину ту Махтуба, да не женщина, просто девчонка, как тростинка тонка и слаба. Ты тащила меня по воронкам, а потом, разорвав паранжу, бинтовала горячие раны в кишлаке под названием Анжу, на голодном пути под Ахшан. Махтуба, словно ветер на склонах поет. Махтуба, не нужны мне три года в зачет. Я пошел в ту атаку опять, только время не движется вспять. Помню, родичи, стайку твоих, к руки тянущих, смуг к небу тянущих смуглые руки. Ты сказала одно, шуравим, и они отшатнулись в испуге. А потом полевой медсанбат и врачей утомленные лица. Я хрипел им, где мой автомат, а он не скоро теперь пригодится. Да не нервничай, все при тебе. Тут какая-то фея из сада принесла поутрух КПП, пистолет, автомат и гранаты. Махтуба, словно ветер на склонах поет. Махтуба, не нужны мне три года в зачет. Я пошел в ту атаку опять, только время не движется вспять. Вот и все, я вернулся домой. Затянулись военные раны, только как-то связалась с судьбой. Та девчонка из Афганистана. Я не помню почти ее глаз, что запомнишь в бредовом тумане. Может, кто-то другой меня спас, а может, вычитал в старом романе. Вот только ветер поет, Махтуба, и куда-то зовет, Махтуба. Я пошел в ту атаку опять, только время не движется вспять. Махтуба, словно ветер на склонах поет. Махтуба, не нужны мне три года в зачет. Я пошел в ту атаку опять, только время не движется вспять. Я пошел в ту атаку опять, вот только время не движется вспять. Еще одна песня из первых, которая была записана, пластинка, в 87-м году. Пластинки назывались «Четыре», «Время выбрало нас». У меня было там, спасибо, у меня было там семь песен. И вот одну я сейчас вам что-то спою. Хотя я ее пел уже, вы слышите, но она как-то... По-моему, самая мирная из всех, что написано про Афганистан. Опять же женщине посвященной. Более мирного ничего не бывает на войне. Тихого, спокойного и надежного. Когда солнце за скалой зайдет В этой дальней чужой стороне Мне гитара опять запоет О далеких друзьях, о тебе Мне гитара опять запоет О далеких друзьях, о тебе Нам наш еще не зажегся рассвет Нам с тобою пока суждены Расставания на тысячи лет И свидания в антрахтах войны Расставания на тысячи лет И свидания в антрахтах войны Пусть за мною плетется беда Ты не веришь, что спасения нет Ты же помнишь, в трамваях всегда Отрывал я счастливый билет Ты же помнишь, в трамваях всегда Отрывал я счастливый билет Я по огненным тропам хожу Жгу подошвы своих сапогов Сколько песен еще напишу И друзей обрету и врагов Сколько песен еще напишу И друзей обрету и врагов Что же к песне добавить еще Если б кончилось все наконец Я б, конечно, тогда предпочел Гриб-гитары цевью АКС Но опять наполняет приказ Мы шагаем навстречу судьбе До свидания, я в следующий раз Допою эту песню тебе До свидания, я в следующий раз Допою эту песню тебе Спасибо Вечная разведчика Значит Ну, она вся судьба такая Но все разведчики, что там Волей-неволей На таких ситуациях каждый Должен добывать информацию И надаться на ее собственной жизни Ну и В общем Ну, романтики никакой нету А есть тяжелая ратная работа Ты по кромке ледника Шел, как по канату Рвали тела на куски Скальные клыки Разглядеть старался мир В прорезь автомата И Аллаха самого Цапал за грудки Разглядеть старался мир В прорезь автомата И Аллаха самого Цапал за грудки Влотесла сравнивал с добром На весах фемиды Запах крови раздувал Ноздри, как меха От романтики дошел До слепой обиды И у смерти Побывал в роли жениха Воду пил из реков пригоршними полными И в желтушечном бреду материл весь свет И накатывалась грусть ласковыми волнами Когда с почтой получал тоненький конверт И накатывалась грусть ласковыми волнами Когда с почтой получал тоненький конверт Ты столетия отмерял тропами овечьими Ты в обойму загонял сразу тридцать судьб Вот в умных книгах назовут будними разведчика Этот пройденный тобой невозможный путь В умных книгах назовут будними разведчика Этот пройденный тобой невозможный путь Ты в миру старался жить Как тебе завещано На людскую суету Не желал смотреть, но Но тебя не излечить Ни вину ни женщинам Ни работе, ни друзьям Боль не одолеть Но тебя не излечить Ни вину ни женщинам Ни работе, ни друзьям Боль не одолеть Значит, еще одна песня Ну, получая боевое задание, ни о чем не надо думать Вот есть приказ выполнять Начнешь думать, сойдешь с ума Сойдешь с ума, погибнешь Как на колонии Опоздал, отстал Отстал, значит, погиб То же самое И судьба твоя неведома Она где-то начертана На каких-то скрижалях Где-то древних Каких-то отрождений до самой смерти Думать об этом не надо Задумаешься, снайпер тебя Раньше 40-ка отправил в тот свет Иди выполняй Маршрут судьбы неизвестный Вот и песня называется так Маршрут судьбы Посвящена спецназу Любому спецназу, который был, какой есть Значит, ну, если сегодня день спецназа То я знаю, какому спецназу это посвящено На востоке области туман Горы занавешаны туманом Столбы не укажут На войне судьбы На войне бывают постарали Занесло ребят в такую даль Где они отроду не бывают Где на маршрут судьбы И верстолбы не укажут И верстолбы не укажут дорогу к победе На маршрут судьбе На маршрут судьбы будут горы и мы И никто ни за что не ответит И внизу раскинутся поля А на маршрут судьбы Верстолбы не укажут дорогу к победе На маршрут судьбы только горы и мы И никто ни за что не ответит На востоке области туман Горы занавешаны туманом Спасибо Спасибо Да Вот это 15 человек, оно из двух частей Это написано Первая была написана в Афганистане Там в Бадахшане Где-то в 83-м по-моему началась А вторая вот после 91-го года Когда вдруг стали призывать в армию В Чечню Ветеранов афганской войны И на переподготовку и в Чечню Первая часть Афганистана Пятнадцать человек На рубеж к восходу этой ночи С оружием захватить С оружием караван Нам комполка сказал, что будут нам награды И тем, кто не дожил, и тем, кто уцелел А замполит сказал Вы справитесь, ребята Но почему-то сам идти не захотел И вот четвертый час Утюжим эти скалы Пол ночи позади И главное успеть А где-то там вдали За синим перевалом Полсотни босмочей Торопятся на смерть Они заплатят нам За взорные школы За слезы матерей За выжженный тишлак Шагай, солдат, шагай У них настрой веселый А мы им поутру Сыграем отходняк Пятнадцать человек Нас много или мало Узнаем погодя Когда начнется бой Шагай, солдат, шагай Пока заря не встала Пока качает ночь Звезду над головой Шагай, солдат, шагай Пока заря не встала Пока качает ночь Звезду над головой Девяносто пятый Закончена война Да здравствует гражданка Героем всех времен Кого-то назовут А ты, солдат, опять Крути свою баранку И жди, когда тебя На бойню позовут А те, что за тебя За тебя судили и рядили Кто за твоей спиной Разваливал страну Заявят, там тебя Напрасно не добили Так вот тебе приказ На новую войну И мы снова, как тогда Полезем мы по скалам И снова, как тогда Попробуем успеть А новый комполка Получит генерала А красный замполит Успеет побелеть Пятнадцать человек Нас много или мало Узнаем погодя Когда начнется бой Шагай, солдат, шагай Пока заря не встала И радуйся, что ты Пока еще живой Шагай, солдат, шагай Пока заря не встала И радуйся, что ты Пока еще живой Спасибо за понимание За ваши аплодисменты Во на смерть Никому не нужно Люди друг другу не воюют Ну морду набьют друг другу Как в деревне, как на Таган, где я жил Жестоко до крови Ну выпьют, сидят с утра Опять братья, соседи А так, чтобы кого-то еще На войне Никогда Ну Может быть Антироссийский И антигосударственный Не бывает войны Без жертв Среди мирного Ни в чем не повинного Населения Ну в принципе Не было когда и не будет И рассказывать Мне, например, сказки Там с экрана телевизора Не надо Такая философская песня Вроде куда мы бежим Выясняется Бессмысленные цели хреновые И зря силы потраченные Куда бежать Зачем бежать Я не из Сирии бежать А не из Африи куда-то Чего-то И не из России тем более А просто вот Ну понятно из песен Называется Песня Погоня У коня копыт избитый Надо б отдых дать коню Небо хмурится сердито Значит скоро быть дождю Уходил я от погони Все патроны расстреляв Подо мной менялись кони В скачке темп не удержав Лишь скакун последний верный На удачу молодцу Рыжий гривый, как по нервам Ветер хлещет по лицу Для чего такая спешка? Кто и чем тебе грозит Будто шахматная пешка Прорывается в ферзи Будто шахматная пешка Прорывается в ферзи Сам собой недоволен Сам собой не в ладу Ветер спины бьет и воет На удачу или на беду За каким таким богатством Поманило понесло За коня отдал полцарства Остальное заседло Я в завещанных пределах Жить не мог и не хотел Будто в том-то все и дело Что достойных нету дел Но будто вспомнилась дорога Позабытая давно Где года ложатся строго По закону домино Ну давай же, друг ушастный Подожми, поднажми и ободрись Если в жизни все прекрасно То какая же ты жизнь? Если все в душе спокойно Да зачем тебе душа? Если не бывает больно Ни от слов, ни от ножа Если не бывает больно Ни от слов, ни от ножа У коня копыт избитый Надо в отдых дать коню Небо хмурится сердито Значит, скоро быть дождем Для чего я погоняю Быстроногого коня От погони удираю А выходит от себя У меня был друг У меня много было замечательных друзей И был зам главного Конструктора булавы С которым я учился вместе Мы по девушкам ходили Водку пили На студенческом балансовом институте Мы одной специальностью были Звали его Тумаков Александр Васильевич Умер как-то странно После того, как булава наконец полетела Ну, не важно Это пусть разбираются, если нужно Но не вовремя он ушел Сказали, что две недели сгорел от диабета Бывает Второй был человек Его не видно, не слышно было Потому что лет 40 в своей жизни Сергей Гордеев Старший прапорщик Ветеран ФСО Проработал в Кремле Наследство его составило Полторы тысячи песен И 20 килограмм кассет Он писал Он 46-го года рождения Он писал Начиная лет 12 Все, что видел Все, что видел Особенно старая Москва 50-60-е годы И как чувствовал он Так и писал Честно и прямо Половина где-то его архива Большого Нельзя, в принципе, не печатать Не делать Он писал для себя Просто вот когда Он Наш Юра Приволок 20 килограмм Кассет старых Еще на старых советских А еще один наш друг Который цифрует все это дело Сидел Три месяца Оцифровал все это дело Было ясно Какое гигантское наследство По себе оставил человек Был он крайне Одарен Но выезжать он Был На фестивалях Кто-то его помнит Он был на фестивалях В ЦДЛе выступали Ездил в Башкирию Сергей Гордеев И у нас с ним Ну и когда я в Москве появлялся И он был свободен Одержался от всех Мы у него сидели дома Пили водку Пели песни Разговаривали Вообще о песне О том о сём Много Вот сейчас я Когда прослушал Две недели Все песни Все кассеты Сидел там у себя В деревне Понял что Мы не сговаривались Хоть он старше На шесть лет На пять Мы же все мыслили Одинаково Просто говорить он мог Не всё Поскольку до последнего Служил В этой конторе Который Но и знал он Гораздо больше Я просто хочу Не вдаваясь в песни Некоторые песни услышали Махновщина Гуляй поле Вольный край Махновщина А у него Все хождения по муку У него про Махновщину И про батьку Махнов Очень много написано В общем правильно Всё написано Мне вот брат Мой нас в Германии Прислал Недописный Недоконченный Или похищенный ЧК Воспоминание Самого Махно Как он всё это видел Со странным названием Для нас Анархист-коммунист Вот Вот как называлось Его движение Гуляй поле Но по современным Оценкам Гуляй поле И было-то истинно Демократической Республикой Практически Вот сейчас Вот как ни странно А вот кто не знает Помните фильм Хождение по мукам Да Я Лёва Затов Со мной щит не надо И Зиба вырву Этот Лёва Затов Имел два боевого ордена Красной Знамени Был начальником Первого отдела Одесской ЧК Потом Сын у него был Воевал Дочка у него была Вот ездили к ней Ребята Иисуса В 89-м году Рассказывали То есть он был Он ходил за рубеж Ходил туда Фамилия его была Конечно Кличка другая была Много чего Чего мы не знаем И чего перевернуто А это ведь наша история Махно написал Свои мемуары Но умер в нищете От чахотки Умер в подвале Где он снимал комнату В городе Париж Была женщина Которая приходила Как за ним ухаживала И были люди в штатском Которые пришли Уговорили его ехать В Россию И он согласился И потом его нашли мертвым Отчего умер До сих пор неизвестно И третья часть его Последняя часть Куда-то пропала Интереснейший весь читать У него простым Крестьянским языком Как бы написано Правильно все Но так вот Ну не важно Значит Я же про Сергея Гордеева У него написано все точно А вот его песня написана Я думаю написал он в 70-х годах У него же не на какого он написал Легкие Поэтому я такие тяжелые песни Петь не буду А спою Сегодня значит песню На первый взгляд Она слишком простая И не очень Называется Рыжая девочка Я так думаю Ну определил Что это годы 70-е Значит какие-то Но он фиксировал то Что у него в жизни происходило В песнях Он стихи не писал Он все в песнях Так вот такая Значит Песня Просто представьте Его Мне очень хочется Чтобы Побольше о нем Рассказать Чтобы когда Наконец может выйдет Мы сделаем ему диски Чтобы вы Заинтересовались Я не хочу Чтобы он пропал Среди мусора Который там присутствует В интернете Везде Среди этих Непонятных Каких-то авторов Каких-то исполнителей Не пропал человек Который Всю жизнь Песни У него и жизнь была Как песня Тяжелая Правда Он Где-то в Америке Девочка рыжая Сморщит в улыбке Веснущий Тый нос Больше ее Никогда Не увижу я Тех экскурсантов Автобус Увез Больше ее Никогда Не увижу я Тех экскурсантов Автобус Увез Лето Стояло Сухое И жаркое Стал их Икарус У нашей Реки И я Увидел Глаза Ее Яркие Синие Синие Как Васильки И я Увидел Глаза Ее Яркие Синие Синие Как Васильки Эховы Глаза Голубые Доскаря Первая Она Завела Разговор Я Свои Песни Играл На Гитаре Ну а Водитель Чинил Свой Мотор Я Свои Песни Играл На Гитаре Ну а Водитель Чинил Свой Мотор А Водитель А И на своем интуристском карте Девочка рыжая тронулась в путь Жаль, что вот так на шоссе и расстались мы Как еще раз на нее мне взглянуть Жаль, что вот так на шоссе и расстались мы Как еще раз на нее мне взглянуть Мы бы опять с ней гуляли по берегу Наши спокойные чистые реки Мне бы рассказала она про Америку Я бы нарвал ей в полях васильки Мне бы рассказала она про Америку Я бы нарвал ей в полях васильки Где-то в Америке девочка рыжая Сморщит в улыбке веснущатый нос Больше ее никогда не увижу я То экскурсантку Икарус увез Больше ее никогда не увижу я То экскурсантку Икарус увез И еще одну песню того же Сергея Гордеева Но уже видите в засильном телевизоре Приворот, отворот, инстансенс, еще кто-то Венцы безбрачия и прочая хрень Но нас-то мужиков венцы безбрачия не касаются никак Нам все равно не пропадем с венцом и без венца Иисус Христ тоже не пропал, а мы чего? Даже с Терновым А дело другое Но вот тут есть еще самолечение У нас везде рядом самолечение Знаю, доктора там они Гадалки всякие Сам вылечусь, знаю, рецепт старинный есть Ну и там отворожила, приворожила Значит, при неудачной, в общем-то, попытке Избавиться от любви Которой нельзя избавиться Она либо у тебя есть, либо у тебя ее нет Сам ты, значит, такой вот Сейчас, момент, вот оно Попытка номер 2001 называет Я проснулся утром рано Ёлки-палки, лес густой Сделал из травы дурмана Сноксшибательный настой Зелье голову вскружило И я так тебе скажу Ты меня приворожил И я себя разворожу Ты меня приворожил И я себя разворожу Не хочу я жить, как прежде Убирайся с глаз долой Пусть тщеславные надежды Станут пеплом да золой Пусть с ушей моих слетают Пыль твоих волшебных чар Оглянуться не заставит Стройных ног твоих загар Оглянуться не заставит Стройных ног твоих загар Появилась в сердце смелость Я смотрю в глаза твои Я скажу все, что хотелось Мне давным-давно сказать Зря в мешке ты прячешь шило Все понятно и ежу Ты меня приворожила И я себя разворожу Ты меня приворожила И я себя разворожу Так и знай, что штучки эти У тебя и здесь не пройдут Ты вон смеешься на портрете Ну а я тоскую тут И от ревности страдаю Но к тебе не подойду Ты с другим я это знаю Так что я портрет снимаю Со стены и в стол кладу Только видно очень мало Я набрал травы лесной И душа не забывала То, что было в той весной Так что к черту эту зелье Реки спять не повернешь Завтра горькое похмелье Завтра горькое похмелье Очень горькое похмелье И ты опять ко мне придешь Очень грустная пора И как ни пытался я Чего-то там веселого Ну не веселец никак Ну сидишь в печке пьешь там Пиво Дровишку подбрасываешь Ну что, там то дождь С одной стороны дождь Другой снег у нас такой происходит Только меланхолия Воспоминания Ну и Песня Про дождь И про песню У нас есть сад старинный Он сейчас зарос весь Там была усадьба князя Иржевских И до сих пор называют Барский сад его Хотя он запущен и умирает Нет хозяина, никому не нужно Все на вырубку Но тем не менее В нашем старом саду Опадают рябины Орвутся нити дождя На конном стекле Осень празднует нынче Свои октябрины Листопадом танцуя На мокрой земле Осень празднуют нынче Свои октябрины Листопадом танцуя На мокрой земле Отчего так тревожно И грустно-щемящее Пахнут ветки ракет У заснувшей реки Словно рыжий котенок Промокший, а зябший Тычет носом холодным В ладони моим Точно рыжий котенок Промокший, а зябший Тычет носом холодным В ладони моим И под шорох дождя Совершенно случайно Против воли и чувства В глубинах крови По каким-то законам Неясным и тайным Просыпается память О первой любви По каким-то законам Неясным и тайным Просыпается память О первой любви В нашем старом саду Нападают рябины Рвутся нити дождя На оконном стекле Осень празднует нынче Свои октябрины Местопадом танцуем По мокрой земле Песня дальних дорог Как там? Нет, моя Я гордив две Не встал больше сразу Да, это октябрины мои Моя песня Ну, тогда вот еще Грустные песни Тогда Если похлопли понравился Еще более грустные песни Тогда Тогда получите Серый дождь барабанит в окно Ты молчишь Поясок теребят Ничего я привыкший давно Расставаться под шорох дождя Ничего я привыкший давно Расставаться под шорох дождя Я привык к уходящей любви Не виняй, не виняй, никого не клиня И холодные губы твои Не обманут, как прежде меня И холодные губы твои Не обманут, как прежде меня Не обманут тепло этих рук Никакие слова не нужны Просто холодно стало нам вдруг Просто долго еще до весны Ну спасибо за то, что была Как заветный причал кораблю Просто долго любить не могла Это я виноват, что люблю Просто долго любить не могла Это я виноват, что люблю Просто есть у любви горизонт Заглянуть за который нельзя Вижу я, как раскрывший свой зон Ты уходишь в завесу дождя Вижу я, как закрывший свой зон Ты уходишь в завесу дождя И гляжу, прислонившись к окну С сероглазом счастью во след Желтый лист прилепился к стеклу Уходящего лета привет Желтый лист прилепился к стеклу Уходящего лета привет Спасибо Ну и для контраста Еще одна песня про душ Это мирная песня И та тоже, правда, мирная Но это такая Нет, тот этот, который сейчас поет Гораздо веселее он был Никто ни от кого не уходил Куда там был уйти, ну не он Города, города, город Никуда и не уйдешь, кругом враги Дождь идет в горах Афгана Это странно, очень странно Мы давно уже отвыкли От обилия воды И даже дил подставив лица Все пытаются отмыться От жары столетней пыли Серой пыли и беды И даже дил подставив лица Все пытаются отмыться от жары Столетней пыли Серой пыли и беды Дождь идет в горах Афгана На колонны караваны Словно суры из Корана Строчки тянутся с небес Дождь стучит по горным склонам По машинам, по погонам И шипит на раскаленном Утомленном МАКС Дождь стучит по горным склонам По машинам, по погонам И шипит на раскаленном Утомленном МАКС Дождь идет в горах Афгана По забытой и желанной Память светлая о доме Дальнем доме и весне Я отплясываю Трияна Два безусых капитана Два танкиста из Баглана На залатанной броне Я отплясываю Трияна Два безусых капитана Два танкиста из Баглана На залатанной броне Дождь идет в горах Афгана Пересохшим речком манной Он, конечно, он, конечно Не российский, не родной Местный бог от взрывов злея Из созвездия водолея На войну обрушил дождик Этот дождик проливной Местный бог от взрывов злея Из созвездия водолея На войну обрушил дождик Этот дождик проливной Дождь идёт в горах Афгана Это странно, очень странно Мы давно уже отвыкли от обилия воды И дождю, подставив лица, все пытаются отмыться От жары столетней пыли, серой пыли и беды И дождю, подставив лица, все пытаются отмыться От жары столетней пыли, серой пыли и беды Спасибо! Спасибо! Не знаю, почему она всем нравится Тоже Афган, конечно О безрадостной судьбе первые три месяца Каскадёры, это команда, которая занесла черта на кулички Вот если бы не друзья, не вертолётчики и комбаты Слава Московский, из полка, ну и хоть вешайся, значит Вот Нет, это тоже, ну и другая Сейчас, это другая Нет, это такая, она более Ну ты знаешь, её там написано Кому-то коньячок и осетринка И пиво запотевшего бокала в речке Кокча Водится маринка Кослявый рыбы в жизни не едал И ведь где-то даже женщин обнимают Которых я пока что не нашёл Солярный югар Задувал и механом и дух тар А над крышами солярный югар И шальки орут с утра до темна Им с мечети подвывает муа И слоняются весь день рафики От базара и до кокчи реки Здесь не ведая тревог и забот В чеханече гоняет народ Обсуждая целый день, что почём А это что за чучело в паранже Двух волнов гоняет вдоль и помеже А эта женщина, афганская мисс Обрабатывает землю под рис А у туканщиков босмаческий вид А подрать тебя любой норовит Вот дать бы в лоб ему, да только нельзя Потому как революция Дать бы в лоб ему, да только нельзя Потому как революция Автоматы заржавели давно Про войну мы видим Только в кино Кино называлось Бабек А из центра на туркменском языке А из центра за приказом приказ Еще пират 20 века, правда, на русском Не пускать на операцию нас А из центра за приказом приказ Не пускать на операцию нас Но слава богу, БТР на ходу До Майдона как-нибудь, да ведом Вертолетчики, ребята, свои Не дадут загнуться мне от тоски Вертолетчики, ребята, свои Не дадут загнуться мне от тоски А вы говорите, с жизнью обязаны От тоски мы поумирали Знаете, что называли голубые князья их? Потому что какой-то дурак здесь Решил в Министерстве обороны Что они должны быть в своих голубых мундирах А голубой мундир это нельзя было Стреляли просто Пока форму не поменяли Вот голубые князья Ну а пергиваешь, понимаешь, начало оденешься Вот что туда Кто подумал вертолетчикам, которые там Основные войны в небе Песня А Да Советник, комиссар, комиссар, да Сейчас он вспомнит Так, подскажете, да? Ага Ну подсказывайте, вы же знаете, Люба Звали нас высокоблагородие Как-никак русский офицер А теперь какая-то пародия По собачьи кличут мушавер А теперь какая-то пародия По собачьи кличут мушавер Раньше ресторан это шампанское Вина хоть по вкусу выбирай А теперь отрава пакистанская Хочешь пей, а хочешь вливай Чё там? А раньше... А раньше... Да А теперь спецовка в лучшем случае БТР и все на нём гуртом Да Раньше кителярием низкой пучей Конь-огонь под бархатным седлом А теперь спецовка в лучшем случае БТР и все на нём гуртом БТР и все на нём гуртом А теперь спецовка в лучшем случае БТР и все на нём гуртом Женщин нет, а так одно название Чеков нет, так отпихнут ногой Две собаки, вся моя компания С ними порычиши на покой Две собаки, вся моя компания С ними порычиши на покой Эх, звали нас высокоблагородие Как-никак русский офицер А теперь какая-то пародия По собачек лечут мушавер Песнь советников Это не я написал Вот они там Сейчас, ещё одну, да, тут А, да Сейчас На бронетранспортере На бронетранспортере Ну это старый вариант Я не успел Переделал, но что-то не на склад Получилось по поводу Барака номер один Ангелы Меркеля и Оланда Оригинал Ну какая реальность там От перестановки мест Произведения меняется Что снится нашим ворогам Нам, друг, без всякой разницы Как за сандалим порохом Так дым пойдёт из задницы Эй, 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 эй На бронетранспортере Эй, 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 эй На бронетранспортере Элементарная фигня Все их поползновения У нас что люди, что броня Крепки до обалденья Эй, эй, на бронетранспонтере Эй, эй, на бронетранспонтере На ихнюю истерику пойдем железным строем Колумб открыл Америку А мы ее закроем Эй, эй, на бронетранспонтере Эй, эй, на бронетранспонтере Даль глядеть уверен нам И мы с тобою, брат, в гробу видали Рейган И Обаму, и Мергеле, и весь его сенат Эй, 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 на бронетранспонтере Эй, эй, на бронетранспонтере Эй, эй, на бронетранспонтере Когда мы на землю опустимся с гор Когда замолчат автоматы Когда отпылает последний костер Какими мы станем, ребята Когда отпылает последний костер Какими мы станем, ребята Когда раскаленный остынет гранит Когда отгремят камни падай Когда наши души Любовь исцелит Какими мы станем, ребята Когда наши души Любовь исцелит Какими мы станем, ребята Когда мы вернемся В раздолье берез Где нервы стрыножить не надо Где высохнет след От непролитых слез Какими мы станем, ребята Где высохнет след От непролитых слез Какими мы станем, ребята Какие удачи еще впереди Какие нас ищут награды Когда отойдет, отомрет, отболит Какими мы станем, ребята Когда отойдет, отомрет, отболит Какими мы станем, ребята Когда заболит к непогоде плечо Пробитое возле герата И память толкнется в висок горячо Какими мы станем, ребята И память толкнется в висок горячо Какими мы станем, ребята Спасибо 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 вам Спасибо Аплодисменты Аплодисменты